Всем привет! Сегодня у нас на обзоре телефончик Ulefone Metal. Интересная моделька, протестировал я ее, пришла на вот таком сером цвете ко мне. Чем интересна данная модель? Данная модель имеет на борту 8 ядер, 13 мегапикселей задняя камера, имеет сканер ID, отпечаток пальца, работает на доле секунды отзыв. Также у него 3 гигабайта встроенной памяти, оперативы встроенной 16 гигабайтов, Android 6.0 из коробки, HD разрешение, 5-дюймовый экран и батарея отличная, 3050 мАч. Полностью телефон выполнен из металла, только как мы видим вот здесь пластиковая вставочка и вот здесь. Корпус полностью алюминий, очень такой увесистый, приятно лежит в руке, не напрягает. Давайте посмотрим. Справа у нас расположилась кнопка включения-выключения телефона и раздвоенная кнопочка громкости. Верхняя грань 3,5 мм джек наушники. Внизу у нас расположился разговорный динамик и микро-USB для заряда телефона. Внизу у нас расположилась решеточка музыкального динамика и, как мы видим, для удобности наши братья меньше и сделали вот такие две точечки. То бишь, если вы положите телефон на какую-то поверхность, то динамик полностью не перекроется и звук будет слышен. Сзади у нас надпись ULEPHON, сканер пальца, фотодиодная вспышка и 13-мегапиксельная камера. В комплекте с данным телефоном производитель дарит нам вот такой интересный флип-чехол, который полностью повторяет параметры телефона. И под сканер все получается очень отлично. Также, несмотря на то, что у нас закаленное стекло, производитель нам дарит супер-защита. Это броня-стекло на экран. Не знаю зачем, но это идет все бесплатно и вы его получаете бесплатно. Приходит вот такой презентабельной черной коробке, в котором есть зарядник, скрепка для открывания лотка и микро-USB кабель. Приступим к обзору телефона. Я уже в галерее собрал тесты. Значит, первый тест, это тест GPS. GPS работает на ура за считанные доли секунды. Второе. Это у нас показатели бенчмарка, то бишь, если который будет играть в игры. Разрешение 1280 на 720 и набираем 43,9. В Nenomark 2 мы набираем 48,4 кадра. Далее. Скорость передачи и получение данных по Wi-Fi. Вот так сниму, чтобы было видно. Очень отличная. Даже супер отличная. Отзывы крана очень шикарны. Смотрите. Сенсор работает без всяких тормозов, лагов. Также есть вот такие вот яркие обои, для того, чтобы показать сочность экрана. Экран не выцветает. Картинки очень сочные получаются. Запаса яркости хватает. Также. В конце видео выставлю фотографии с данного телефона. Фотографировал на камеру. Очень красиво получились. Все, руки не доходили снять обзор. Вот так снимает камера. И звуки, несмотря что далеко, все снимает четко. Это видео на ходу. Стабилизация присутствует. Вот 17-го я его получил. До сих пор он просто лежал. Я за него, честно говоря, забыл. Давайте посмотрим характеристики Antutu. По характеристикам Antutu данный телефончик у нас набирает 36172 балла. Давайте аккуратно пленочку приподниму. Конечно, не хотелось. Но сниму аккуратненько. И давайте поглядим информацию по данному телефону. Давайте прочитаем технические характеристики. Улефон. Модель Metal. Android прямо из коробки 6.0. Mediatek 6753. Графический редактор Mali 700 T720. Разрешение 1280 на 720. 3 гигабайта оперативы. 16 встроенных. К использованию 957. 8 ядер. Все ядра работают на частоте 1 и 3. Вот они все работают. Как только начинаем колыхать, работают 4. Ядра начинаем трогать, начинают просыпаться другие ядра. Тест Multitouch. 5 касаний. Шестой уже не влазит. Дальше. Дальше. Датчики. Гироскоп некалиброванный есть. Датчик света есть. Магнитное поле есть. Ориентация компас есть. И датчик приближения существует. Все очень хорошо. Дальше. Давайте теперь зайдем в настройки телефона. И поглядим. Смотрите. Менюшка очень интересная. Лаунчер такой необычный. Давайте почитаем о телефоне. Модель Metal. Версия Android 6.0. Работает все на ура. Дальше. Из коробки 6.0. Обновление по воздуху присутствует. Проверка обновлений. А нет. Начал обновляться. Ну пусть обновляется. Не будем ему мешать. Дальше. Давайте покажу вам звуки. Звуки тоже прикольные. Рингтоны. Приятный бархатный звук. Извините. Дальше. Давайте я вам покажу как настроить сканер пальца. Для этого заходим в папочку безопасность. Выбираем отпечаток пальца. Продолжить. Так. Настрой блокировку экрана. Давайте будем вводить пин-код. Раз. Два. Три. Четыре. Ок. Раз. Два. Три. Четыре. Ок. Готово. И теперь сзади на лицевой. Ой. Сзади на тыльной стороне. Присутствует сканер пальца. Переходим далее. Вот. Ждет он. И прикладываем палец разными сторонами. Смотрите. Пробуем сканер настраивать. Прикладывайте палец всеми частями. Чтобы потом, когда вы будете активировать, он лучше работал. Отпечаток пальцев занесен. Готово. Теперь выходим из менюшки. Блокируем телефон. И попробуем его разблокировать. Прикладываем сзади палец. Доли секунды. И он срабатывает. Смотрите. Как мы видим, работает быстро. Попробуем. Как мы видим, работает быстро. В CAD-C TOP 3. В CAD-C В CAD-C. Доли секунды. В CAD-C TOP 3. В CAD-C. В CAD-C. В CAD-C. прикольный телефончик циферки нажимается все мягенько также если у вас плохое зрение вы можете под себя это настроить все это настраивается в тексте вот размер шрифта смотрите он может быть мелким он может быть обычным он может быть крупным и он может быть огромным у людей страдающих зрением пожалуйста функция это все сделано все отлично дальше что еще вам показать gps работать сказал хорошо так давайте наверно перейдем к тестам gps квартире три секунды обнаружил спутники пожалуйста вуаля через три стены ловит отлично поэтому если вы куда-то приехали в другой город вставляете карточку связанную интернетовскую имею до и связывайтесь пожалуйста можно использовать его как навигатор работает все супер пупер дальше работает все отлично графика не тормозит ничего а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Фотографирует задняя камера и вот фотографирует лицевая камера. Поэтому по скайпу разговаривать, делать селфи вы сможете без проблем. Продолжаем дальше тесты. Давайте я вам покажу умные жесты данного телефона. Включаем интеллектуальный помощник. Заходим в папочку и видим. Двойной тап. Просыпается экран. Продвижением слайдом вверх попадаем в галерею. Слайдом вниз в календарь. С камера. Е браузер. Давайте начнем вверх-вниз. Протягиваем вверх. Пожалуйста. Вниз. Можно ввести или код, или сканер. Теперь не отрывая пальца. Смотрите, все работает четко. Отзыв сенсора отличный. Ну, как мы видим, все работает на ура. Также в этом телефоне есть датчик, который, не прикасаясь к экрану, можно пролистывать страницы. Шторка вниз не выпадает. На некоторых телефонах еще и шторка выпадает. Но этот перелистывает право-влево. Продолжаем тесты. Что есть из развлечений на данном телефоне? На данном телефоне из развлечений есть скайп. Можно поговорить по скайпу. Есть вайбер. И есть ютюб. Вот он, скайп. Заходим. Если у вас нету контакта, аккаунта, вы его создаете. Или входите под своим именем и паролем. Пожалуйста. Также есть вайбер. И также есть ютюб. Ну вот, ютюб подгрузился. И давайте проверим, как он работает. Давайте проверим, где мое видео. Мое видео занимает DOOJI YMAX. Первое место на данный момент. Смотрите. Громкость хорошая. Ничего не хрипит. Всем привет, кто пришел на мой канал. Получил... Цвета не выгорают под разными углами. У него было 115 долларов. У телефона... Все работает на ура. Всем привет, мои любимые подписчики. Смотрим. На первый раз вам хватит продемонстрировать, показать ребенку, что... Все отлично работает. И что могу я сделать вывод про данный телефон? Интересный телефон. Полностью в металлическом корпусе. С хорошей камерой. С хорошим сканером пальца. Полностью металлический корпус. Стекло умеет у нас 2,5D закругления. Горилла глаз третьего поколения. Плюс вы в подарок получаете бронированное стекло. Оригинальный улефоновский чехол. Презентабельная коробка. Шикарный телефон. Громкость в разговорном и слуховом динамике отличная. Громкость самого телефона отличная. Также есть перелистывание без помощи рук. Сканер, датчик присутствует. Что может быть еще лучше. Отличный телефон. Ссылочка на продавца под видео. Все, кому понравилось, ставим пальцы вверх. Подписываемся на мой канал. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!